МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости ОНАПО РЕГИОНУ в студии Ирины Меркурьева. И сегодня в выпуске. Разрытие на Пионерском восстановить. Звезды на фасадах санаториев не дань моде, а необходимость. О судьбе 4-й спортивной школы от первого лица. А теперь обо всем подробнее. Разрытие на улицах города как рваные раны бросаются в глаза и неприглядностью процесса, и тем, что сдерживает движение, и тем, что в курортный сезон нарушает все представления об уюте и порядке в городе. Понятное дело, что курорт развивается, и разрытие свидетельствует о развитии его инфраструктуры. Строителям канализационного коллектора, как фирме достойной и ответственной, разрешено было проводить работы с оговоренными требованиями. Например, восстановить дорожное покрытие. И сделать его еще лучше, чем оно было. Казалось бы, делать чести. Но восстановить дорогу хотя бы так, как было до начала работ, никто даже не пытается. Глава города Сергей Сергеев остановил работы на Пионерском проспекте из-за безобразного отношения к курортной зоне. У нас есть мое постановление, заключается на строительные работы на территории города Кулово. Мы не выполняем. За него есть ответственность, соответственно, за невыполнение. Поэтому, пожалуйста, прекращайте работу и возвращайтесь к своей студенте. У нас несколько сот тысяч отдыхающих сейчас. Вы создаете неудобства. Они приехали, целый год копили деньги, чтобы приехать отдохнуть. Понимаете? А не вот это вот смотреть безобразно. Потом, следующий вопрос. Вы когда восстанавливаете разрытие, почему вы не восстанавливаете разметку? Мне очень интересно. Проедьте до «Дженчурина России» и посмотрите. Почему вы не восстанавливаете в том виде, в вашем разрешении написано? Вы обязываетесь восстанавливать. Уж сколько раз приходилось слышать городу заверения в понимании того, как дорог и любим город теми, кто заходит в него со строительными проектами. И хоть бы раз увидеть и показать курорту примеры этого самого понимания. Пока отношение к курорту вот такое. Глава города остается непримиримым к нарушениям требований о восстановлении разрытий. Вокруг 4-й спортивной школы, расположенной на улице Ивана Голубца, вновь кипят страсти. Родителям и тренерам директор учреждения пытается внушить, что землю под разрушенным спортзалом хотят продать коммерсантам. Глава НАПО Сергей Сергеев пригласил на встречу исполняющего обязанности директора школы Андрея Лаптева, чтобы выслушать его и рассказать об истинных намерениях властей. Поводом для очередного всплеска слухов стала попытка тренеров и родителей спортсменов установить ограждение вокруг школы. Конфликт возник с собственником смежного участка. Прокомментировал глава города и домыслы о продаже муниципальной земли под коммерцию. Пока я здесь нахожусь, ни сантиметра земли на Ивана Голубца у муниципалитета ни один барыга, ни один торговец не заберет. Я это говорю совершенно официально, я скировал ее позицию за это. О победах воспитанников и заслугах тренерского коллектива 4-й спортивной школы в Анапе знают все. Никто заслуг этой школы не умаляет. Требования к организации отдыха и оздоровления гостей курорта становятся с каждым годом все строже. Большое внимание вопросам безопасности на пляжах и классификации средств размещения. Эти моменты обсудили на совещании с представителями санаториев и гостиничного комплекса. Отдых на курорте должен быть прежде всего безопасным. Территория повышенных рисков пляжи. В каждой здравнице должен быть ответственный за пляжную территорию, назначенный соответствующим приказом. Приказ должен быть, спасатели должны быть во время работы пляжа, медработник должен быть, укомплектованность медикаментами должна быть, лодка и все остальное оборудование должно также быть. Очень серьезно отнеситесь к этому вопросу. Обязательно наличие паспорта антитеррористической защищенности. Повышено внимание кадрам. Справки об отсутствии судимости у персонала. У каждой здравницы должен быть резервный источник энергоснабжения. Все эти требования жестко отслеживаются с сотрудниками управления санаторно-курортного комплекса в рамках рейдовых мероприятий. Наиболее актуальный вопрос – классификация средств размещения. С 1 июля 2016 года на территории всего Краснодарского края, не только у нас в Анапе, там есть отдельно взятых в наших регионах, гостиничные услуги и услуги по предоставлению временного размещения вы не сможете оказывать без свидетельства о присвоении категории. На сегодняшний день всего 121 средство размещения имеет присвоенную категорию. Требования касаются всех учреждений санаторно-курортного комплекса, за исключением детских здравниц, в том числе и небольших номеров в частном секторе. Наша организация, естественно, в лице руководства, также подгодавливает документы для перехода на классификацию. Документы все необходимые нами уже путаны, они сейчас находятся на стадии рассмотрения, то есть вопрос остался за малым, за получением классификации. Тем самым, получив звезды, мы имеем возможность повысить престиж нашей здравницы на фоне других курортных учреждений, оказывающих услуги населению, тем самым привлекая население, поскольку население у нас заинтересовано сейчас, им их не устраивает простой сервис, им нужно все на уровне соответствовать европейским санитарам, поэтому мы к этому стремимся. Специалистами управления санаторно-курортного комплекса будет проводиться ежедневный обзвон и мониторинг здравницы санаториев с целью проверки, как идет подготовка документов на присвоение классификации. Это повысит их уровень, качество обслуживания, привлечет большее количество отдыхающих. На сегодняшний день в любом случае те, кто выбирает свой отдых, где его провести отпуск, смотрят на сайте непосредственно звездность этого санатория или гостиницы, куда они будут отдыхать. Это зависит от качества, уровень и все прочее. Поэтому это вопрос очень актуальный. Времени осталось не так много. Уже через год средства размещения при отсутствии свидетельства о классификации ждут штрафы и санкции вплоть до закрытия. Выборы депутатов Совета нашего муниципального образования назначены на 13 сентября этого года. Дату утвердили сегодня на сессии анапских парламентариев. Во второе воскресенье сентября анапчанам предстоит избрать новый состав депутатского корпуса. 27 избирательных округов сформированы. Дату выборов анапские законодатели утвердили единогласно 13 сентября. Также депутаты заслушали исполняющего обязанности заместителя главы Анапы Игоря Белошистова, который озвучил основные показатели социально-экономического развития курорта по итогам прошлого года. Игорь Белошист дал сравнительный анализ по итогам двух лет и отметил, основные отрасли экономики в прошлом году остались в плюсе. Среднемесячная заработная плата по итогам 2014 года выросла более чем на 16% и составила 25 700 рублей. Сотрудники управления муниципального контроля продолжают борьбу с несанкционированной торговлей. Редовая группа провела мониторинг параллели в селе Витязева. Специалисты управления муниципального контроля, управления торговлей и потребительского рынка и Роспотребнадзора провели проверку документов в торговых точках параллели в селе Витязева. Не у всех предпринимателей они в порядке. Зачастую отсутствуют договоры аренды и разрешения на торговлю. Многие предприниматели самовольно занимают прилегающую к своим киоскам и мини-маркетам территорию. Нарушителей ожидает протокол об административно-правовых нарушениях и существенные штрафы. По информации рейдовой группы, сотрудниками полиции проведена проверка торговой точки и обнаружена нелегальная продажа алкогольной продукции без лицензии. Алкоголь изъят, 22 сорта крепких напитков более 20 литров. Нарушителей также ожидают штраф до 5000 рублей. Рейдовые мероприятия будут проходить ежедневно. Предпринимателям не стоит полагаться на удачу. Проверки коснутся всех без исключения. К содержанию пляжной акватории в здравницах курорта требований очень много. В Анапе есть образцово-показательные пляжи, на которые другим учреждениям стоит равняться и брать с них пример. Ласковое море и белый песок – не единственные пожелания для комфортного отдыха туристов и отдыхающих. На бляже санатория «Лада» находиться приятно. Здесь отдыхающие чувствуют о себе постоянную заботу и внимание. Все, кто здесь бывает, и наши гости, и наши отдыхающие говорят, насколько здесь приятно находиться. Потому что мы учли очень многое. Не только согласно предписаниям и распоряжениям, которые должны быть в оборудовании пляжа, но и комфорт наших гостей. Очень широкие зоны крытые, очень большая площадь открытая. Вид дюн и гладкого песка всегда радует глаз. Раздевалки, стационарный туалет, стационарная душевая. Оборудован пункт наблюдения с вышкой для лучшего обзора территории. Добросовестные спасатели работают в паре, и акватория всегда под контролем. Все необходимое оборудование и лодки тоже имеются. На пляже постоянно дежурит медицинский работник. Не просто проводит время от начала до конца рабочего дня. Общается с отдыхающими, следит, чтобы все ребятишки были в головных уборах. Осведомляется о самочувствии гостей. В конце смены проводят дезинфекцию шезлонгов. На территории пляжа маленькие отдыхающие могут весело провести время на специально оборудованной детской площадке. Жаркую погоду можно освежиться у питьевых фонтанчиков. Территория пляжа огорожена и находится под непрерывным наблюдением охраны. У нас прожекторное освещение территории и части акватории, видеонаблюдение, которое фиксируется на мониторе у службы охраны, в том числе и территория пляжа. Пропускной режим, контроль. Это все дает возможность комфортного отдыха и безопасного отдыха и нашим гостям, и нашим отдыхающим. По оценке экспертной комиссии, пляжи санатория «Лада», а также здравниц «Сибур-Юг» и «Селена» признаны лучшими на курорте. Остальным учреждениям следует брать с них пример и наладить работу на высшем уровне, побеспокоиться о комфорте своих отдыхающих и сделать их пребывание на пляже максимально безопасным. В Анапе открыли 28 пришкольных лагерей. По три недели из своих летних каникул 4000 юных анапчан проведут в лагерях дневного пребывания. Теперь родителям не придется ломать голову над тем, куда пристроить свое чадо на период летних каникул. Ребята из седьмой школы с удовольствием проводят время в пришкольном лагере. Летняя программа обширна, каждый день расписан по минутам. Нужно успеть и музыкой позаниматься. И обыграть своих соперников в спортивных эстафетах. В седьмой школе по программе «Дети Кубани» 230 детей оздоравливаются в лагере в первом потоке. Лагерь – это хорошее место. Здесь мы играем, бегаем, зарядку делаем по утрам. Ну и здесь иногда играем в футбол. К нам приезжает театр в школу. Мы еще ходим в библиотеку. Питание для детей предусмотрено в школьных столовых. Медицинские услуги оказываются каждый день. На выделенные средства приобретены натуральные соки и лечебная вода, которую дети пьют каждый день за 20 минут до еды. Лучшей медсестрой курорта в конкурсе гостеприимства 2015 названа Светлана Викторовна Айропетян, операционная сестра санатория «Родник». Любого нормального человека слово «операционное» приводит в трепет. Волнуемся мы, потому что боимся боли. Хирург уверенно и хладнокровно отсечет то, что мешает быть здоровым. Но вряд ли он будет именно таким, если не окажется рядом еще более уверенной, спокойной, профессиональной и чуткой медицинской сестры. Светлана Викторовна Айропетян подтверждает, что в ее работе важнее всего. Чувство сострадания, во-первых, к людям, чувствовать их боль и пройдя через эти чувства, суметь оказать помощь. И суметь оказать помощь не только самостоятельно, но и вместе с доктором, вместе с бригадой операционной. И, конечно, немаловажную роль здесь имеют знания, навыки, опыт. Но это все, конечно, приходит с годами. Что подтверждает, собственно, и хирург, с которым вот уже 8 лет работает Светлана Викторовна. Она очень опытная, очень грамотная сестра, всегда все знает, всегда все умеет. Это неотъемлемое качество операционной сестры произвело впечатление на членов жюри городского конкурса «Гостеприимство года-2015», где равных ей по скорости и качеству выполнения медицинских манипуляций просто не было. Покоряло и ее спокойствие, теплота общения и очаровательная улыбка. Эта самая улыбка помогла будущему знаменитому городскому доктору-травматологу Артему Айропетяну сделать шаг навстречу своей любви. Это произошло очень, очень романтично. Я уже в то время работала старшей операционной медсестрой в нашей больнице, а он пришел устраиваться к нам на работу пока что санитаром, я его принимала на работу. Он тоже начинал санитаром? Да, он тоже начинал санитаром. У восхитительно счастливой семейной медицинской пары Айропетян профессиональный рост начинался одинаково скромно. После школы я пробовала поступить в медицинский институт, но не получилось. Я подала документы в наше анабское медицинское училище, успешно прошла, начинала работать санитарочкой в хирургическом отделении, в первой хирургии, училась на вечернем отделении. И вот так вот три года я и училась, и работала. В прекрасной семье Айропетян пока трудно сказать, кем будет младшая дочь Виолетта. Но учитывая, что ее из роддома встречали всем коллективом хирургического отделения, несложно догадаться. Старший сын на пятом курсе медицинского. Средний собирается туда в этом году поступить. В своей убежденности стать медиком и сама Светлана не изменила мечте с того самого возраста, когда едва стала понимать, что, пришив Мишке лапу, она делает мир добрее. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов в Тайной Медной горе. В пятницу 19 июня в Анапе малооблачно возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 23-24 градуса. Ночью 20-22 градуса тепла. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 22 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи.